В современном мире всё ненастоящее, и всё зависит от денег. Я уже всё видел, всё пережил, но главное состоит в том, что я ненавижу это время. Меня от него тошнит. Я ненавижу этих людей. Всё фальшиво, всё подделка. Уважения больше не существует. Никто не выполняет своих обещаний. Только деньги имеют значение. Каждый день с утра до вечера мы только и слышим о преступлениях. Я знаю, что покину этот мир без сожалений. Сегодня стало известно, что на 88-м году жизни скончался актёр Аллен Делон. Он французский актёр, красавец и покоритель женских сердец. Дьявол с лицом ангела, как называли его часто в прессе. Но вот это вот интервью из журнала «Париматч», которое 6 лет назад записал Аллен Делон, уже он говорил о том, что он хочет уйти из жизни. И, наверное, вы слышали тоже, что ещё тогда, 6 лет назад, он попросил своих детей об эвтаназии. И он собирался уехать в Швейцарию, потому что только в Швейцарии признана официально эвтаназия. Но дети ему не позволили. И последние годы жизни он практически был затворником и ни с кем не общался, не разговаривал, кроме своей семьи. У него осталось четверо детей, три сына и дочь. Женат он был всего однажды на Натали Делон. Но женщин у него, конечно, было великое множество. И самый бурный и самый известный роман у него был с актрисой Роми Шнайдер. Очень печальная история. Можете почитать, найти. Я не буду об этом рассказывать подробно в этом видео. Но вот ещё одна фраза, которую сказал когда-то Лен Делон. Всё, кем я являюсь сегодня, всем этим я обязан только женщинам. Я обязан женщинам, тем женщинам, которые меня любили, которых я любил по совсем простым причинам. Вот тут и колокол вдруг неожиданно у меня в видео зазвучал. По ком звонит колокол? Возможно, он звонит по тебе. Я в мистику не верю, но она просто во всём сейчас. Да, вы знаете, почему вдруг я решила немножко поговорить об Олен Делоне? Потому что я была его фанаткой точно так же. И у меня даже есть об этом видео, в котором я немного рассказывала о том, как именно встреча с Олен Делоном в фильмах повлияла на мою жизнь. Возможно, она её даже изменила, эта встреча. И вообще для меня этот человек унёс с собой целую эпоху. Конечно же, мало что известно о нём. Очень много завистников, конечно же. Красавец-мужчина, который пробился, как говорят, из колбасников в самого популярного и самого знаменитого актёра французского. Как часто пишут о нём, он — истинное воплощение француза во всём, в своей красоте и изяществе, постоянной влюблённости в кого-то, практичности и гедонизме. Да и не даром он покорил столько женских сердец. Такой красавец с синими глазами и чёрными волосами. Ален Делон также обожал не только женщин, но и собак. И вы знаете, было мне очень-очень грустно, когда последний снимок его я увидела. Я его даже не узнала. Мне иногда кажется, что уже не стоит людей таких популярных фотографировать вот в конце жизни. Мне бы хотелось запомнить его таким красавчиком, который покорил мир. Ален Делон навсегда останется в наших сердцах. Ну, а я хочу, друзья, представить вашему вниманию то моё короткое видео о Ален Делоне и моём любимейшем фильме «Искатели приключений». Давайте посмотрим. В одном из прошлых своих видео я рассказывала вам о четырёх фортах в проливе Соланд. Показывала подробно об этом. И как они построились, тоже рассказывала. Так вот, некоторые мои зрители вспомнили в связи с этим также ещё один форт, который, пожалуй, более известен. Это форт Боярд. Форт Боярд – это французский форт, который построил Наполеон, уже желая обороняться от англичан. И этот форт был построен раньше. Строительство его начал ещё Людовик XIV, потом оно было заморожено. И только в 1800 году Наполеон решил возвести этот форт. Форт несколько раз, больше чем на полтора метра, погружался в воду. В 1848 году этот форт уже был построен. То есть намного раньше, чем в английские форты. Так вот, форт Боярд, вы знаете, наверное, по игре. Очень долго шла по всем телевизионным каналам игра в форте Боярд. Довольно интересная. Но мало кто знает, возможно, что ещё форт Боярд связан с великолепным французским фильмом «Искатели приключений». Фильм старый, 1967 года, Италия, Франция, в котором снимались великолепные актёры красавец Ален Делон, Лина Вентура и Джоанна Шимкус, тоже красивейшая актриса. Этот фильм, конечно, наверное, стоит посмотреть. И несмотря на то, что фильм был снят давно, когда я его смотрела в 1975 году, мне было всего 20 лет, но этот фильм меня просто потряс. И вы знаете, он, наверное, даже изменил в чём-то мою жизнь. Ну вот, все эти авантюры, искать приключения, это именно, наверное, в связи с этим фильмом. Поэтому, те, кто не смотрел, вот маленькая моя такая реплика для вас, потому что о Форте Боярд вы, конечно, можете найти и почитать всю информацию, а вот фильм стоит того, чтобы на нём остановить моё внимание и предложить его вам к просмотру. Как обычно, я дам ссылочку на этот фильм, кто хочет посмотреть. Желаю вам приятного просмотра, желаю вам всего наилучшего. Увидимся вскоре. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok